Приветствую вас, как мне показалось из вашего текста, для более лучшего, полного понимания проблемы, которые у вас имеют место быть, желательно иметь все же более такую адекватную картину происходящего. Вы говорите, что именно в последнее время у вас появились панические атаки. То есть именно в последнее время только. Это значит, что до этого подобных симптомов не было, скорее всего. Значит, что-то произошло, что-то произошло такое, что спровоцировало данный аспект. Это первое. Для того, чтобы разобраться в причинах ваших страхов, нужно все-таки лучше понять его историю, историю его развития. То есть если вы пишете, что так у вас было не всегда, а появилось только в последнее время, то соответственно в результате чего-то это началось. Следующее, о чём хочется сказать. Страх, это причудливое сочетание попребности и опасности. Чувства опасности. То есть, иными словами, можно говорить о том, что когда человек боится, если это не является прямой угрозой для жизни, то в нём борются с потребностью чем-либо и страх. То есть потребностью чем-либо и желанием защититься. Из ложного здесь то, что причины для страха уже нет. То есть они когда-то были, они когда-то были в детстве, но теперь их нет. Но вы с какого-то момента начали думать, что они есть. Ну скорее всего дело здесь в том, что ваш начальник напомнил вам чем-то отца. То есть он может поднять на вас голос, он может видимо прикликнуть, приказать. Он может видимо так довольно жёстко себя проявить. И этим возможно он и похож на вашего отца. А ваша мама скорее всего боялась отца. Она не могла себя защитить. Она вела себя как жертва. Она подавляла свои чувства. И точно так же при взаимодействии с начальником, который похож на вашего отца, вы точно так же подавляете свои, значит, чувства. Потому что боитесь в случае чего, да, либо насилия, либо какого-то наказания, ну либо чего-нибудь ещё. Вот причин тут, понятно, может быть много. Ну по крайней мере не одна. Соответственно, то что нужно вам на данный момент, это вспомнить, а точнее даже не вспомнить, а открыть для себя новую модель поведения в классической ситуации. И начинать, понятное дело, нужно не с отца. Ой, то есть не с начальника, простите. А с отца. По фрейду, уговорочек. То есть, именно с него у вас началось такое отношение к себе. Именно с него, именно отец научил вас мириться с агрессией, допустим. И соответственно, именно с него вам нужно начинать для того, чтобы ситуация у вас изменилась. То есть, вам нужно вернуться в то время, в тот период, когда, значит, ваш отец так себя вёл. И изменить свою модель поведения. И паническая атака уйдёт. Вы не будете бояться, потому что вы откроете для себя что-то новое. Откройте для себя новое чувство. Вы увидите, что можно по-другому. И для вас это будет поворот. Конечно, очень важно, чтобы ваше дело, в котором вы занимались, было для вас, ну, скажем так, единственным. Чтобы дело, чтобы дело было для вас важным, нужным. Чтобы дело для нас было действительно серьёзным. Тогда, я думаю, вам будет легче, вам будет проще, вам будет комфортнее. Взаимодействовать с началством и не переживать. Поможет также и разграничение, разграничение личного и делового. То есть, по-деловому вас связывает только работа и ваши обязанности, которые должны быть вами чётко понимаемыми и которые должны быть вами чётко реализуемыми. То есть, вам нужно делать прилежно, чётко, значит, своё дело и быть уверенным в том, что вы делаете его, ну, скажем так, адекватно. Да, быть уверенным в том, что вы делаете его максимально хорошо для себя. Таким образом, начальник, каким бы он не был, да, он никогда не сможет вас задеть. То есть, ещё раз, отделить необходимо профессионально и лично. Дальше. Следующий момент. Вы пишите о том, что вы человек очень ответственный. И, на мой взгляд, очень, очень важно, чтобы вы отделили то, за что ответственны вы, от того, за что ответственность вы не несёте. То есть, очень важно, чтобы вы чётко для себя понимали, что вам нужно, чего вы хотите, за что вы отвечаете, а за что нет. Гиперответственность, как средство получить одобрение, в котором вы нуждаетесь, никому ничего хорошего не принесло. Ещё никогда. Дальше. Дальше. Следующий момент, который мне бы хотелось до вас донести. Обратите внимание на то, как вы спрашиваете о том, как справиться. То есть, вы спрашиваете, как мне справиться вот с этой ситуацией. Ну, ну вот, с ситуацией, которая с вами произошла. Да? То есть, как справиться со страхом. Что такое справиться? Что такое справиться? Справиться это значит подавить. То есть, вы хотите подавить себе страх, а значит, вы хотите подавить себе свои желания. Что, ещё раз повторюсь, приведёт только к ещё большему увеличению страха. То есть, чем сильнее страх подавлять, тем больше он увеличивается. Так же, я бы рекомендовал вам исследовать. Исследовать то, чего вы хотите. Вот, знаете, я думаю, что исследовать вы хотите в качестве своей потребностной сферы. Ну, возможно, желание быть свободным. Возможно, самостоятельно принимать решение. Возможно, есть что-то ещё, конечно. О чём я не знаю. Но, тем не менее, тем не менее, это вполне может иметь место быть. Посмотрите на свой страх с такой стороны. Со стороны того, чего вы хотите. Дальше. Я вам скажу такой момент, на мой взгляд, очень важный. То, что начальник, если он вас ругает, да, и так далее, он ругает вас не потому, что вы с этого взяли, а потому что ему так хочется. И дело-то не в том, что он вас ругает, ведь по сути вы понимаете, что, ага, как бы, ну, вы сами пишите, что переживать не очень. Дело в том, что от него, от начальника, слишком многое зависит. И вот нужно понять, что именно зависит. Нужно понять, что конкретно зависит от начальника в контексте вас. Чтобы у вас было меньше мотивации. Ну, пытаться ему угодить. Вот. Я думаю, что примерно такая история. Примерно так можно ответить вам на ваш вопрос. Нет такого средства, которое бы помогло вам, прослушав один ответ или прочитав, избавиться моментально от того состояния, в котором вы находитесь. Но, вы можете подумать, всё-таки, всё-таки, что стоит за вашим страхом? Что вам хочется? Уверен, если вы подумаете, вы сможете ответить себе на этот вопрос. Я, например, думаю, что вы хотите выражать своё мнение. Вы хотите больше самостоятельности. Я думаю, что вы хотите больше свободы. Я думаю, что вы хотите больше автономии. Вот. И ваш страх, он справится. Про эту бодребность. Но вы её подавляете, как подавлял когда-то ваш отец, вашу маму и вас. И поэтому всё это выливается вот в такое проявление. Потому что чувства-то есть, просто вы их не выражаете. Но от того, что вы их не выражаете, они не деваются, но они не уходят. Эти чувства. Вот. Поэтому я думаю, что если вы, вот, будете следовать своим желаниям, да, то вам будет лучше. Гораздо. Лучше. Лучше. Ещё мне показалось, что вы стыдитесь. То есть, вот. Ага. Ну, одна из самых распространённых причин, почему люди обладают гиперответственностью, да, это стыд. То есть, я стыжусь себя. И, соответственно, из-за того, что я себя стыжусь, я пытаюсь это компенсировать за счёт того, что угождаю всем окружающим. Или делаю больше, чем нужно. Стыд. Это непринятие себя. А непринятие себя, как правило, идёт из детства. То есть, какие-то качества, черты вы в себе не принимаете. Вот. Какие-то качества, черты вы в себе отвергаете. И, собственно, данный аспект, на мой взгляд, тоже требует своей коррекции. Вот. А это, это, значит, то, что я хочу вам сказать. История про личные границы, да, за что я ответственный, за что нет, имеет самое важное отношение к вам, самое прямое отношение к вам. И, на мой взгляд, очень важно, чтобы вы, значит, озаботились данным аспектом, данной ситуацией, чтобы вы подкорректировали свою ответственность и за что-то ответственность брали, а за что-то нет. Понимаете, природа мудрая, природа мудра, скажем так. И, когда вы, например, будете брать ответственность в большей степени за себя, да, то вам не нужно будет уже брать ответственность за других, потому что в этом отпадёт надобность. Вот. Так что всё здесь находится в балансе. Я надеюсь, что вы это для себя тоже сможете открыть. Вот. Вот. Что ещё можно вам сказать? Я не знаю, почему вы работаете, я не знаю, для чего вы работаете, я не знаю, кто вы по профессии, я не знаю, какая у вас специальность. Но одно я знаю точно. Если человек занимается своим делом, если это дело ему нравится, если он предпочитает расти и развиваться, рост и развитие, это всегда взаимодействие и коммуникация, то человек открыт критики. Человек открыт сомнения, понимаете? Если человек не открыт критики и не открыт сомнения, то в таком случае нельзя говорить о том, что он находится на своём, грубо говоря, месте. Вот. В том смысле, да, что, ну, просто вот человек хочет, да, кому-то что-то доказывать, быть всегда лучшим и так далее. В этом смысле, в этом смысле я рекомендую вам вызовы начальника воспринимать как своего рода испытательный полигон. Вот. То есть, если вызвал начальник, значит, это возможность для вас проинспектировать свою деятельность, проинспектировать то, чем вы занимаетесь, проинспектировать то, что вы делаете. И лишний раз проверить, насколько хорошо вы делаете, грубо говоря, свою работу. Вот. Если вы будете воспринимать критику своего начальника вот так, то я не думаю, что вас она будет пугать, ну, эта критика. И вас не будет пугать сам начальник тоже. Для этого необходимо, чтобы дело, которым вы занимались, чтобы оно вам нравилось, чтобы это дело вызывало у вас интерес именно процессом, а не результатом. Вот. Ну, кстати, это то, о чем вы можете подумать еще, например, о том, для чего вы занимаетесь, тем, чем занимаетесь, для дела или для результата. Чтобы снизить мотивацию, да, вот, например, нравится начальнику или его, там, не расстраивать, вам нужно активно развивать другие свои сферы. Да, например, сферу личную, например, сферу социальную, ну, вот, и так далее. Это очень важный момент для вас, если вы хотите стать более независимым. Вот. Это то, что я хотел вам сказать. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если у вас остались вопросы, вы можете задать мне их в личку, я буду рад помочь вам. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен. Если вы сделаете его лучшим, я желаю вам всего самого доброго и удачи. death Продолжение следует...